Стабильная средней тяжести. Детей Скоро-Тайки продолжают получать лечение в Нинецкой окружной больнице. Горячие праздники. Год огненного петуха заявила себе в первые минуты Нового года. С главными событиями дня в студии Ирина Цепетова. Состояние детей экстренно госпитализированных из Скоро-Тайки врачи Нинецкой окружной больницы оценивают как стабильная средней тяжести. Напомню, 20 учеников поселковой школы были доставлены спецрейсом в Наринмар после появления первых признаков отравления. Заболевшие дети – ученики пришкольного интерната в возрасте от 7 до 13 лет. После госпитализации в инфекционное отделение Нинецкой окружной больницы у пострадавших взяли анализы на пищевые токсикоинфекции. В результате бактериологических исследований у 13 человек, включая и одного взрослого, обнаружен сальмонеллес. Анализы остальных детей будут готовы позже. Если говорить о том, что произошло, к нам поступило сообщение от заведующей филиалом врача общей практики Галины Степановны Рочевой о том, что поступил вызов в интернат. Она сходила в интернат и уже по результатам этого вызова она позвонила сюда, провела консультацию с нашим инфекционным отделением и было принято решение отправить в борт. Что зависело от нас, мы всю информацию предоставляем в следственный комитет по их запросам, то есть мы занимаемся лечением детей, а соответствующие службы проведут расследование, наверное. Мы в этом деле содействуем, то есть вся информация, которая у нас есть, соответственно, тот диагноз, который мы в результате уже окончательно поставим по заключению ССДК. По словам Сергея Свиридова, заключение санэпидемстанции будет готово уже сегодня. Ситуация находится на личном контроле главы региона Игоря Кошина. По факту отравления ведется расследование. Как отметил губернатор, по его итогам будут сделаны организационные выводы. Окружные спасатели подводят итоги прошедших праздников. Так, год огненного петуха дал о себе знать сразу после боя курантов. Первыми это почувствовали на себе жильцы домов по улице Ленина. Им в окно прилетели горящие петарды. На любительском видео отчетливо видно, как части от пиротехнического снаряда попадают в окна домов по улице Ленина. Из-за несоблюдения требований безопасности и беспечности людей, запускающих петарды, в окно одной из квартир на втором этаже дома по улице Ленина, 37, попал снаряд. В результате такого новогоднего сюрприза пострадала лоджия и комната. Еще один снаряд приземлился в доме по соседству на Ленина, 35. Там в результате пожара выгорел угол комнаты. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины, виновные данного происшествия. Но если по подробностям, то тушение силами пожарного караула производилось в одной квартире. Во второй квартире возгорание было ликвидировано самими жильцами, которые находились, к счастью, дома. Ну и можно сказать, что тяжких последствий удалось избежать. То есть травм нет, гибели нет. Ну а по причинам, по ущербу дознаватели сейчас занимаются, проводится проверка. Эти два возгорания по причине пиротехники, это у нас первые по статистике. Ну вот я уже больше 10 лет работаю в пожарном надзоре. У нас еще не зарегистрированы были случаи пожаров по причине пиротехники. Также, по словам сотрудников МЧС, в новогодние праздники произошло возгорание автомобиля. Частных бань в населенных пунктах округа. Огонь в этих случаях удалось ликвидировать без привлечения пожарных служб. Первые 15 семей Наринмара получили по 1 миллиону рублей взамен земельных участков. Компенсационные выплаты стали альтернативой для тех, кто не хочет дожидаться участков подстроительства. С сегодняшнего дня российские пенсионеры начнут получать выплаты в 5 тысяч рублей. Единовременную прибавку к пенсии получат все – и гражданские, и военные, и работающие. Исключение составят лишь те, кого почтальоны дома не застанут в январе. Тогда прибавка придет в следующем месяце. Закон об этом вступил в силу. Специально идти в пенсионный фонд и писать какие-либо заявления ради получения этой суммы не нужно. Она придет автоматически вместе с пенсией привычным способом. Если пожилой человек, например, бывший военный, получает две пенсии, и одну из них из Пенсионного фонда России, с ней поступит и 5 тысяч. А если кому-то январскую пенсию доставили заранее, например, в декабре, то выплату сделают дополнительно в течение января. По данным Пенсионного фонда, эти деньги положены пожилым людям, проживающим только в России, и являющимся постоянными получателями пенсий на территории нашей страны на 31 декабря прошлого года. Стоит еще раз разъяснить, что деньги эти выплатят один раз. Значит, пенсии на эту сумму не вырастут, и при индексации они учитываться не будут. Зато доплата не облагается подоходным налогом. Для этого приняты специальные поправки в налоговый кодекс. Первые 15 семей Наринмара получили по 1 миллиону рублей взамен земельных участков. Всего с момента действия данной нормы за компенсацию обратились и 80 семей. Напомню, ранее администрация округа установила размер компенсационных социальных выплат взамен бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям региона под индивидуальное строительство в разных муниципальных образованиях. Альтернативный вариант для тех, кто не желает дожидаться земельного участка, в Ненецком округе рассматривался давно. Наконец, в окружной закон номер 79 были внесены поправки, которые разрешили многодетным семьям вместо земельного участка получить денежную компенсацию. Сумма будет зависеть от места проживания семьи. Зарегистрированный в Наринмаре предоставляется компенсация в 1 миллион рублей. В посёлке Искателей – 600 тысяч, в сельском населённом пункте – 450. По словам начальника управления имущественных и земельных отношений, разница объясняется кадастровой стоимостью земли. В трёх разных зонах она отличается друг от друга. Ещё один показатель, который повлиял на разницу в сумме компенсационной выплаты – стоимость жилья. Она также разнится в зависимости удалённости поселения от столицы региона. Перемножив вот эти все два показателя по кадастровой стоимости и по стоимости жилья, мы вышли вот на такие коэффициенты. И округлив вот эти цифры, перемножив на коэффициенты, мы получили эти стоимости. Почему мы считаем достаточной эту сумму как для сельских населённых пунктов, так и для искателей? Мы запросили информацию банков. Всех банков запросили среднюю стоимость, во-первых, кредита и средний размер первоначального взноса на улучшение жилищных условий, когда люди берут кредит ипотечный на жильё. Исходя из всего этого, из комплекса вот этих всех показателей, цифр, мы и вывели вот такой дифференцированный подход. Анастасия Голговская подчеркнула – выплата нецелевая. То есть от многодетных семей не требуется отчёта о том, на что были потрачены средства. А это значит, их можно использовать на покупку машины, мебели и других товаров. Выплата компенсации будет производиться в порядке очереди по годам с 2012 года. Срок зачисления средств на счёт получателя – один месяц. Сегодня в очереди на получение земельного участка стоят 500 многодетных семей. 431 семья проживает в Наринмаре, 47 – в посёлке Искателей и 22 – в населённых пунктах округа. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В каждой третьей российской квартире на 50% подорожали вода и свет. Платежи выросли у тех, кто не установил у себя счётчики. Квитанции с новыми цифрами придут уже в конце января, сообщает российская газета. Повышающий коэффициент к нормативу потребления увеличен до полутора. То есть, если в квартире нет счётчика на воду или электричество, то сумма оплаты поднимется в полтора раза, то есть на 50%. Избежать штрафов смогут дома, в которых отсутствует техническая возможность установить приборы учёта. В основном это ветхие и аварийные дома, строения, подлежащие сносу. По оценкам экспертов, водные счётчики сегодня установили в 70% всех домов и квартир. С электросчётчиками ситуация гораздо лучше. Они есть у 95% россиян. Следующим шагом может стать снятие показаний со счётчиков без участия жильцов. Для этого необходимо оснастить все квартиры и дома специальными устройствами. Это могло бы снять массу проблем от нежелания устанавливать приборы до несвоевременной передачи данных и скручивания показаний. Напомню, в соответствии с законодательством в первом полугодии 2017 года не будет роста тарифов для населения на коммунальные услуги. Это позволяет сгладить рост расходов граждан. При этом увеличение тарифов для населения со второго полугодия 2017 года также ограничено по совокупному платежу граждан за коммунальные услуги. Согласно распоряжению правительства России с 1 июля 2017 года средний индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в сопоставимых объемах в Ненецком округе не может быть выше декабря 2016 года более чем на 3,9%. Величина предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям в регионе утверждена в размере 2,3%. Таким образом, с 1 июля 2017 года изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям в округе не должен превысить 3,9%. Предельные индексы по муниципальным образованиям в округе не должны превысить 6,2%, где 3,9% средний индекс по округу плюс 2,3% предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям. В Наринмаре прошла рождественская ярмарка. Крепкие морозы не стали помехой для праздника, лишь заставили участников и гостей ярмарки перебраться в Дом культуры Арктика. Авторский коллектив телеканала «Север» победил во всероссийском конкурсе СМИ, объявленного Центральной избирательной комиссией России. Диплом лауреата всероссийского конкурса за лучшее освещение в средствах массовой информации выборов депутатов Государственной думы 7-го созыва и вопросов избирательного законодательства в 2016 году вручил председатель окружного избиркома Георгий Попов. Третья премия была присуждена авторскому коллективу телеканала «Север» Купенькина Мария Владимировна, старшему редактору, и Цепетова Ирина Михайловна, ведущей программы. Вот такой вот диплом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации за подписью «Элла Александровна, Москва, 2016-й год». По словам Георгия Попова, журналисты из Нинецкого округа впервые за всю историю избирательной системы в регионе заняли призовое место во Всероссийском конкурсе Центра избиркома по освещению выборов. Престижный конкурс Центра избиркома собрал несколько тысяч журналистских материалов от федеральных и региональных СМИ. Авторский коллектив телеканала «Север» представил видеосюжет о досрочном голосовании о линиеводов и нефтяников, а также специальные репортажи о подготовке и проведении единого дня голосования в НАУ. В Нинецком округе создано региональное отделение Ассамблей народов России. В числе основных целей, которые поставит перед собой окружное подразделение общероссийской общественной организации, расширение плодотворного диалога между органами государственной власти, местного самоуправления и этническими общностями, направленного на совершенствование межнациональных отношений в регионе. Председателем Совета регионального отделения стала руководитель украинско-белорусской диаспоры Нинецкого округа с года Светлана Миронова. Ее заместителем – президент Ассоциации Нинецкого народа ИСАВА и НАУ Юрий Хатанзейский. Региональное отделение Ассамблеи создано в рамках развития сотрудничества между Нинецким округом и Всероссийской организацией. Соответствующее соглашение было подписано летом 2016 года. По данным Управления Министерства юстиции России по Архангельской области и Нинецкому округу на территории региона зарегистрировано 173 общественных объединения, из которых 25 имеют национально-культурное направление, в том числе региональная общественная организация, два региональных общественных движения, 18 семей народовых общин коренных малочисленных народов Севера, две диаспоры и два землячества. Лучшие товары на одной площадке. В Дворце культуры Арктика прошла традиционная рождественская ярмарка. Несмотря на сильные холода, побаловать себя местной продукцией пришли горожане и гости окружной столицы. Долго старалась Екатерина у нас именно традиционный, больше традиционный. Не то, что сейчас же очень много этих пряников, но они по американским технологиям, а нам именно то, что у нас в деревнях раньше пекли. Вкусный пряник по старинному рецепту показывает Ольга Суровцева, одна из мастериц «Чудо-ручек». Кроме народных деликатесов, в их лавке можно было приобрести и оригинальные подарки. Как были браслетики? Эй, ребята, не зевать. Да, нам понравился именно вот этот почему-то. Я ее попробую, передаю друг другу. Вот именно вот такой нам понравился. А секрет, как оказался, прост. Все товары, а это более 30 оригинальных изделий, кружевные фотоальбомы, украшения для маленьких принцесс, ванны и принадлежности сделаны своими руками. Потому что это все сделано с большим теплом, любовью и добрыми руками. Поэтому это все будет отличным подарком. Отличный подарок ручной работы можно было приобрести у мастериц отдела декоративно-прикладного творчества. Они порадовали гостей праздника самым древним видом рукоделия, которое на Руси было очень популярно в восьмом веке. Вот такие замечательные варежки, которые сделаны из настоящей чистой шерсти. Помните валенки? А сегодня мы делаем не только валенки, но и варежки, игрушки, сумки, шарфики. Много-много. А раньше вообще валяли из пола шарфиков? Или раз окошки было появилось? Я думаю, что валяли. Не только валенки, но и такие тонкие изделия, как шарфики, рукавички, наверное, какие-то украшения были, такие как бусы, например. Хорошо утеплиться можно было и у приезжего умельца. Из республики Коми специально на рождественскую ярмарку с теплыми товарами приехал Валерий Парфенов. Я смотрю, у вас и оригинальные, да? Ну, конечно, есть даже с северным исполнением, есть с оленями. Вот, пожалуйста, олень с деревни красное сбежал. Мы его тут раз и пришили. Имею свой дом, участок, землю, держу овец, сами катаем валенки, и женщины вяжут рукавицы на станке. Пришлось вспомнить. Забытое, старое. Россия всю жизнь ходила в валенках, самокатках. Екатерина Вторая во дворцах ходила. Давайте я вам что-то подарю. С праздником вас. Подарок, что ли? Это вам, подарок. Спасибо большое. От республики Коми. В общем, с этой ярмарки никто не ушел с пустыми руками или с плохим настроением. Для желающих повеселиться, праздник продолжился народным гулянием с колядками и хороводами. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова